Всем привет! Сегодня к нам приехала Hyundai Creta. Пробег у него 125 тысяч плюс-минус километров. Будем менять на нем комплект сцепления. На автомобиле ездит девушка. Много не мало 125 тысяч, но я думаю нормально для замены сцепления. Запчасти она производила свои. За качество я, к сожалению, отличать этого сцепления не могу, но на вид все выглядит неплохо. Видите, комплектик такой у нас тут сразу и диск, и корзина, и выжимной в комплекте идет. Тоже его менять будем. Вместе он идет, кстати, с рабочим цилиндром, обратите внимание. В принципе, работа не сложная, обычная. Посмотрим, как это все устроено в Creta. У нас, как бы таких еще. Видео не было, будет новинка. Основные этапы, как везде, демонтаж воздушного фильтра и аккумулятора. Да, да. Все везде одинаково. Снимаем корпус фильтра. Снимаем аккумулятор, снимаем площадку аккумулятора, чтобы добраться для болтов верхних крепления коробки. Также отсоединяем селектор выбора передач и после этого всего будем поднимать, разбирать ходовку, чтобы выдернуть привода и вытащить коробку. Ничего сложного, в принципе, как на любом автомобиле. Работа эта стоит у нас 12500. Я не знаю, сколько это по времени заметно. Я думаю, 53-4 где-то так, плюс-минус. Кстати, на удивление, она еще и полноприводная с 1.6 мотором. Не знаю, как она едет. Мне кажется, не очень. Появился у нас доступ к самой коробке, разобрали все вокруг. Сейчас мы снимаем троса выбора передач. После чего откручиваем вот эту площадочку и там у нас появится доступ. Видите, болт, он прям находится. Грубо говоря, мы вот этим вот болтам сейчас и подбираемся, чтобы можно было все это разобрать. Этим места, в принципе, тут достаточно, по крайней мере, сверху. Убрали все в стороночку. Включим верхние болты, чтобы потом ее уже больше не опускать. То есть мы ее поднимем, подвесим мотор, подобрем его чем-нибудь, чтобы он не упал. Будем выдергивать все остальное. Пережал прокачной штуцер, чтобы много тормозухи у нас из бачка не вытекло, у нас как бы не стоит цель осушить тормозной бачок. А так как у нас бачок идет один на все, видите, вот тут вот подходит шланг, он идет на цилиндр сцепления. И чтобы это все дело не завоздушилось, пережал шланг. Это ускорит прокачку тормозной жидкости после замены цилиндра сцепления. Нам нужно соединить привода, вытащить привода из коробки. Чтобы это сделать, нужно соединить кулак. Уходили, уходили корейцы. Переводили все наши шплинты, болты. И вернулись опять в конусную основу. Честно говоря, так себе решение очень неудобно в плане ремонта. Минус этой системы, что когда это все подржавеет, потом проблемно бывает крутить гайку. И выбить отсюда шаровую. Также нужно открутить нижнюю опору двигателя. Обратите внимание, масло ни разу не меняло. Очень зря. Бронзовый цвет, если видно на видео. Бронзовый цвет, он обычно идет от синхронизаторов. Масло в механических коробках нужно менять регулярно. Каждые 40-45 тысяч. Кстати, возможно, эта коробка станет на всякие спартажи роботизированные. Потому что он еще не хочет крутиться. 1.6 мотор турбированный. Он как раз на основе этого мотора и построен. Слушай, реально можно эту коробку вместо робота поставить? Вот это вот стопудово можно. Конструкция один в один. Что крепежи по болтам. Надо прям вот примерить бы. Было бы прикольно. Мотор-то, я же говорю, то есть 1.6 турбо, он построен, ну, именно прям вот на этом моторе. На вот этом блоке, да. Димка или Серега. Кто помочь, не прочь. Ни фига, тут плита есть, прикинь. Проставочная. О, аваришки есть? Аваришки, да, там вот в четвертом. А, да, кстати, на столе тоже лежали. Точняк. А что-то есть. А зачем это на аваришке надевают? Я не знаю. А? А надо еще опускать? Надо что-то, да. Что-то надо делать, да. Надо элементой вы подняли, но он жоп. Жопу, да? Вот так. Вот так это делается, да? Это так, да? Так что хорошо. Это робот или не робот? Это механика. Механический робот? Да, но можно поставить вместо робота. Я тут делал вывод. Ставь на пол. Аккуратно. Это не Михаил обычно. Бросай вверху пальцы. Спасибо. Ну, мех. Маховик вроде еще пока походит. Но на следующую мою замену придется его, скорее всего, поменять. Готово. Все. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ну, не сказать, что прям уже совсем ему все. Но уже подгорело. Видите, уже прорези нет. То, что мы про роботы постоянно рассказываем, что когда заканчиваются прорези, уже близко к лепочке. Видите? Очень близко они. Соответственно, она начинает буксовать. Вот он, выжимной подшипничек. Видно, что здесь есть чечь, судя по всему, сальника первичного вала. Сейчас выжимной открутим, посмотрим. Да, так и есть. Но самая печаль во всем этом заключается в том, что он меняется с разбором коробки. Чтобы правильно поставить диск, вот есть направляющие. Вставляем направляющие. Нажеряем болтики. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Разбирать Вот такого качества Оригинальные корейские запчасти Он просто, видите, снялся Визобойм и вылез вместе с приводом С валом В принципе, замена несложная Сейчас я это все почищу Очистителем помою Обратно все соберем Так, мы все перемыли, как вы видите В принципе Опа, вот он наш сальничек Арида Один в один, как старый Только новый В принципе, установка простая Плотненько заходит, да? А тот, вы помните, у нас просто взял и выпал Так, а далее у нас что? Далее надо все это собрать в кучу Так, собирается в принципе все не сильно сложно Здесь, конечно, нужно с помощничком В общем, принцип такой Примерно все нужно всунуть одновременно Тогда она собирается Ну, в принципе, без разбора вилок Но кому страшновато, можно вилки разобрать В этом ничего, как бы, плохого нет Далее у нас осталось, в принципе, чуть-чуть В принципе, все ли на месте Можно проверить по вот этой вот прямой линии Ну, процесс сборки Получается, вы все увидели Он, повторюсь, не сильно сложный То есть коробку разобрать, собрать Буквально Если взять время в сумме То есть это где-то минут 30-час Если с ожиданием запчастей Ну, у нас мы потратили на все это дело Плюс-минус полдня Вот Дальше Осталось, что Закрутить болты Дождаться, как высохнет герметик И Установить коробку на место Вот Ставить коробку на место Тоже не сильно сложно Это ровно то же самое, как мы разбирали Только в обратном порядке Кстати, хотелось бы еще Добавить Не все готовы к дополнительным работам К сожалению С автомобилем иначе не получается На ваших глазах Было живой пример того Когда человек приехал просто поменять сцепление Обычный пробег 125 тысяч Просто замена обычной сцепления В комплект привезла сцепление Девушка МТО сделать Сняв сцепление Сняв выжимной подшипник Мы с вами прям вживую все увидели Потек сальник первичного вала Эта работа Не входит в стоимость ремонта Естественно, это дополнительные расходы Плюс стоимость сальника Честно говоря, не скажу сколько стоит Это если вы захотите узнать Можете посмотреть на нашем сайте Либо узнать по номеру телефона По ссылке в описании Плюс стоимость работы Порядка 6,5 или 7,5 тысяч рублей Тоже это ориентировочно То есть если вас заинтересует Если вас интересует такая работа Тоже можете позвонить нам на приемочку Ребята вас проконсультируют Что столько стоит Сколько это займет времени И кто вам может помочь в этом ситуации Можете также записаться на ремонт Спасибо, что смотрите наш канал Подписывайтесь, ставьте лайки И приезжайте к нам на обслуживание Ремонт ваших автомобилей Корейцев мочением с утра до вечера С 9 до 8 каждый день Всем счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok